Сидят два старых еврея, беседуют за жизнь. На кухне хлопочет жена одного из них. Разговор зашел о женщинах. Один полушепотом доверительно спрашивает. Сема, а сколько у тебя всего били женщин? Сема задумался и гордо полушепотом отвечает. Двадцать пять. Из кухни слышен голос его жены. Сема, тебя спрашивают не сколько раз у тебя было, а сколько женщин. Сема, ты помнишь, как у меня ноги болели в сорок первом? Да, Моня, конечно помню. Ты многое мне об этом рассказывал. А помнишь, как в сорок втором? Да, я помню, как больно тебе тогда было. А как я обул сорок третий, как все прошло? Изя, вы слышали, в Тель-Авиве собирается поставить памятник Юрию Гагарину. Сема, а ему за что? Он что, еврей? Как за что? Он первый в союзе сказал, поехали. Изя, у нас после свадьбы будет трое детей. Откуда ты знаешь? Как откуда я знаю? Они сейчас живут у моей мамы. Хаим, одно из трех. Или ты сейчас же немедленно закроешь форточку, или два раза получишь по морде. Что у тебя с лицом, Фима? Я вчера ходил в тренажерный зал, хотел себе форму привести. Так и при чем тут тренажерный зал? Я тебя про лицо спрашиваю. Что с лицом? Так в этом зале вчера один качок гири уронил. Что, тебе на лицо? Нет, себе на ногу. А твое лицо при чем тут? А мое лицо решило посмеяться. Проверяющие на одесском рынке. У вас есть документы на эту рыбу? А что, вам надо свидетельство о смерти? Муравина спросили, как называется жена, которая всегда знает, где ее муж. Я таки вам скажу. Я таки знаю, как называется эта женщина. Эта женщина называется вдова. Здесь был Беня. Здесь был Сема. Здесь был Моня. Обычные вроде бы надписи. Почему я напрягаюсь? То ли чернила странные, то ли почерк. Или потому что читаю это у себя в шкафу. Алло, Одесса? Позовите Мони Абрамовича. Он умер. Умер? От чего? А тут на венках написано от жены, от родственников, от детей. Мария Исааковна, оказывается, вы еврейка? А что, по-вашему, Исааковский собор это синагога? Абрам кричит из вам. Сара, Сара, беги скорее, и у меня встал. Сара прибегает. Абрам, ты идиот. У тебя не встал. У тебя всплыл. Мойша, будешь идти домой с работы? Купи курицу. Я приготовлю ужин. Хорошо, Сара. Через некоторое время муж присылает смс. Целую. Жена обрадовалась. Все-таки 8 лет вместе, а он ее еще любит. И я тебя целую, любимый. И очень-очень люблю. Через пару минут звонит муж. Сара, ты идиотка. Я тебя спрашиваю, целую или половину? Вовочке сильно надоел урок русского языка. Он поднял руку и спросил. Мария Ивановна, а похуй пишется вместе или раздельно? За что его удалили из класса до конца учебного года? Чему тот очень обрадовался. Но Мария Ивановна заболела, и язык начал вести старый, умудренный опытом Абрам Ясакович. Он позвонил родителям Вовочке и сказал, что тот опять может ходить на уроки. Вовочку это не устраивало, и на первом же занятии он спросил. Абрам Ясакович, а похуй пишется вместе или раздельно? Это когда как? Если молодой человек, вы имеете в виду мое отношение к вашим закидонам, то вместе. А если глубину великой еврейской реки Иордан, то раздельно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Гацман, вы мне должны 100 рублей еще с лета, когда вы, наконец, собираетесь мне их вернуть. Так, погодите, дайте-ка я посмотрю, у меня все записано. Ага, Гуэевич вычеркнут, Абинович вычеркнут. Иванов, да, так и есть. Вот видите, все правильно. Когану сто рублей. Иванову сто рублей. Все в порядке, не беспокойтесь. Да, но когда же я получу свой долг? Не волнуйтесь, всему свой черед. Через пару месяцев. Кац, наконец-то. И долго же мне ждать своих денег? Так, обождите секундочку, посмотрим, у меня все записано. Вот, Гуревич, вычеркнут, Робинович, вычеркнут, Иванов, есть. Вот видите, вы есть. У меня так и записано. Иванову чего же вы горячитесь? Да плевать я хотел на ваши записи, Кацбур. Гоните деньги. Знаете, что я вам скажу, Иванов? Если вы будете мне хамить, я вас тоже вычеркну. Берите хлеба, гости дорогие, намазывайте маслом. Да мы и намазываем. Нет, нет, что вы, вы накладываете, а вы намазываете, намазываете. Абхам, где вы берете деньги? В тумбочке. А кто ложит в тумбочку? Моя сага. А кто дает царе? Я даю царе деньги. А где вы берете деньги? В тумбочке. Мощу купил за 100 долларов осла у старого крестьянина. Крестьянин должен был привезти ему осла на следующий день. Крестьянин пришел, как договаривались, но без осла. Простите, но осел подумал. Ну тогда верните мне мои 100 рублей. Не могу, я уже их потратил. Хорошо, тогда просто принесите мне осла. Но что вы будете с ним делать? Я разыграю его в лотерею. Но вы не можете разыграть в лотерею дохлого осла. Месяцем позже крестьянин встретил мощь. Что случилось с тем дохлым ослом? Я разыграл его, как и говорил. Я продал 500 лотерейных билетов по 2 рубля и получил 898 рублей прибыли. И что, никто не возражал? Возражал только тот парень, который выиграл осла. Но так я просто ему вернул его 2 рубля. Разъяренная Сара прибегает к ворожке. Я тебя просила сделать из моего мужа-жеребца. Что вам не нравится? Я так и сделала. Чем вы недовольны? Нет, не так ты сделала. Когда я раздеваюсь, он ржет, как лошадь и не может остановиться. Родственники за границей есть? Нет? А здесь написано, что у вас брат, сестра, родители и дядя в Израиле. Так это они на родине. Это я за границей. Тебе больше блондинки или брюнетки нравятся? Мне сиськи нравятся. Ну а цвет волос? Я не люблю, когда на сиськах волосы. Рабинович, сознайтесь. Это вы украли Фаберже? Никак нет. Гражданин, начальник. Не украл. Я вернул семейную реликвию. Видите ли, на самом деле это не оконченный скульптурный портрет моего деда Мони. Какой портрет? Это же яйцо. Согласен? Я бы, будь я скульптор, начал с лица. Но это же Фаберже. У вас в роду были евреи? Нет, я первый. Расскажите, какая у вас продолжительность совокупления? 2 часа 43 минуты. Ну, для вашего возраста это прекрасный результат. Расскажите поподробнее. Последний раз было так. 40 минут ждал, пока встанет. 3 минуты был сам акт. И потом еще 2 часа я лежал без сознания. Аркаша, Миша, Роза и Сема рассказывают друг другу о том, кем они мечтают стать, когда вырастут. Я хочу стать известным одесским адвокатом, заявляет Аркаша, чтобы защищать моих бедных соотечественников. А я, я хочу быть членом Верховной Рады, говорит Миша, чтобы издавать законы, которые помогут моим бедным соотечественникам. А я, я хочу быть врачом, признается Роза, и лечить моих бедных соотечественников. А ты, Сема, кем хочешь быть ты, спрашивает Аркаша. Я? Я таки хочу быть бедным соотечественником. Миша в детстве очень любил цирк. Но, так как букву «Р» не выговаривает, то получилось так. Он набирает номер телефона. Это было в советские времена. И спрашивает. Я попал в цик? Да, в цик. А какая у вас новая очередная хохмачка? А какой ваш адрес? Пушкинская, 38. Забрали. Отсидел пять лет. Но любовь к цирку не остыла. Набирает опять номер. Я попал в цик? Да, в цик. Какая у вас очередная хохмачка? А какой ваш адрес? Ой, спасибо. Эту хохмачку я уже знаю. Квартира напротив мужского общежития. Разговор в ней. Абгам, а, Абгам, давай куем что и. Зачем, Са? Ну, понимаешь, напротив нас мужское общежитие. И напротив наших окон окна студентов. А вдруг они меня увидят? Ой, Сара, я тебя умоляю. Если они тебя увидят, они сами-таки купят шторы. Здравствуйте. Это Одесское радио? Да. А сейчас меня таки все слышат? Да. Вы в прямом эфире. И в магазинах, и на рынках? Да, и в магазинах, и на рынках. Во всех магазинах, и на всех рынках? Во всех магазинах, и на всех рынках. Прекрасно. Я могу говорить? Да, вы можете говорить. Моня, молоко не покупай. Бабочка уже купила. Встречается как-то Фима с Семой. Фима спрашивает. Сема, ты читал, что на синагоге по входе написано? Сема отвечает. Читал. Входить в синагогу с непокрытой головой такой же гэх, как заниматься прелюбедеянием. Ну, и что ты думаешь? Поинтересовался Фима. Ты знаешь, я попробовал и то, и это. Хочу сказать, существенная разница. Фима. Фима. Редактор субтитров А.Семкин